Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Заявки от желающих построить мусоросортировочный комплекс отклонили из-за отсутствия опыта. Причину, по которой конкурс был признан несостоявшимся, назвали в антимонопольной службе. Все заявки были отклонены в связи с отсутствием у участников опыта, предусмотренного законом, говорится в пояснении УФАС. Напомню, объект должен появиться в Словацком районе. Начальная цена контракта – около 972 миллионов рублей по условиям контракта до 26 февраля. В 2024 году должны быть проведены проектно-изыскательские работы и пройдена госэкспертиза, оснащение объекта и пусконаладочные работы до 1 октября 2024 года. Киров оказался на первом месте по росту цен на новостройки. Киров занял первое место среди городов с населением более 500 тысяч человек по росту цен на новостройки с начала года. Средняя цена квадратного метра в городе по предварительным итогам июля составляет 86,5 тысяч рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Также в тройке антилидеров – Ульяновск, Нижний Новгород. У Москвы в этом рейтинге 22 место с ростом цен в новостройках на 1%. Есть в списке города, где зафиксировано снижение цен на первичку. Это, например, Краснодар, Санкт-Петербург, Рязань. Самое большое падение в Симферополе – почти 10%. В эфире «Экономика». 500 кировских студентов в ПИД-колледжей смогут совместить учебу с работой. Такое право они получили благодаря поправкам в федеральное законодательство, которое приняла на днях Госдума. Теперь студенты среднего профессионального образования и педагогического профиля могут работать во время учебы в школах и детских садах. В нашем регионе таких студентов насчитывается ежегодно порядка 500. Главные условия для работы – достижение 18 лет и успешное прохождение промежуточной аттестации по месту учебы. Порядок допуска студентов к деятельности установит Минпросвещение России по согласованию с Минтрудом. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.